Новый дом, новая жизнь. Благодаря главе региона, жильцы аварийных общежитий в Каспийске получат новые квартиры в удобном месте. Мечта длиною в годы, наконец, станет реальностью. Подробнее о том, в каких условиях живут жители общежития и о том, каким будет их новый дом, расскажет Джамиля Мутаева. Новый дом, новая жизнь. Миллионеры, инвалиды, многодетные семьи. Анжела Буграева заселилась в общежитие 18 лет назад. Она вырастила здесь пятерых детей. Рабочие только один умывальник, одни краны. Везде грибки, сырость. И тут тоже трап, канализационная вся система уже вся старая. В соседних общежитиях ситуация не лучше. Пол даже, посмотрите, люди уже проваливаются. Вот этот подъезд, вот закрыли они, потому что зайти невозможно. Все стены сыпятся там, сырость, вода течет. У меня сырость дома. Здесь душевые рядом. Везде обои отклеены. Общежитие признали аварийными 6 лет назад. Местная администрация предложила жильцам расселиться на окраине города. Но жить там, где нет поликлиники, детских садов и школ люди не хотят. О проблеме узнал глава Дагестана. Он лично посетил общежитие, пообщался с жильцами и пообещал, что решит их проблему. Я там был и условия проживания там, я уже тогда вам сказал, еще раньше сказал, когда мы с вами даже не встречались, условия проживания там неприемлемы. Хочу сказать, что 25 января заключен госконтракт на строительство комплекса многоквартирных домов в Каспийске в рамках реализуемой программы с одной из добросовестных подрядных организаций, на мой взгляд. Она в очередной раз свою добросовестность должна доказать. Объезд по общежитиям делал глава республики Дагестан. Только благодаря этому человеку мы чего-то добились. На сегодняшний день уже и подписаны договора, и готова практически полностью проектно-сметная документация. Теперь для жильцов аварийных зданий построят комплекс 12-этажных домов с жилым фондом в 257 квартир с ремонтом под ключ в удобной локации. Здесь установят межкомнатные двери, ванны оборудуют раковиной, на кухне установят плиту, а на полу ламинат. Под строительство уже выделен вот этот земельный участок площади более 4 гектаров. На этом участке будет построено всего 7 домов. Где мы были сейчас в общежитиях, там практически у всех однокомнатные квартиры. Ранее это просто комнаты и квартиры, и поэтому там маленькая квадратная площадь, у кого 9 квадратных метров, у кого там 18, ну больше этого нет однокомнатной. И получается по нормам, которые имеются сейчас, по своду правил и ранее нормы СНИП, квадратная площадь не менее 33 квадратных метров должна быть. При выборе территории учитывалось мнение инициативной группы и самих жильцов. Очень даже хорошо здесь. Все новое. И садики, и школы. Ну, всем нравится. Всего в Каспийске подлежат расселению в два этапа 9 аварийных домов общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров. По особому указанию главы Дагестана и в результате принятых мер жильцы аварийных общежитий получат площади в два раза больше – около 22 тысяч квадратных метров. Финансирование будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов. Уже утвержден график производственных работ, начаты подгодовительные мероприятия. Джамиля Мутаева, Махарбек Амариев. Время новостей.